Рецепт Вот моя рыбка, пойманная в прошлом видео Некоторые утверждают, что крупную рыбу лучше потрошить Некоторые не делают этого Очень много людей утверждают, что жабры необходимо обязательно вырывать, так как они дают горечь Я также проведу эксперименты В части рыбы я вырву жабры, поскольку мне кажется, что это полная ерунда Что они дают какую-то горчинку и так далее И два крупных подлещика я потрошу, а два оставлю так Что интересно, кстати, некоторые вялят рыбу сутки, некоторые же до пяти суток держат ее в соли Поэтому сегодня будет очень усредненный рецепт, который я уже испытывал То есть рыбка будет вялиться у меня двое суток А в конце видеоролика, конечно, будет дегустация И я уже выдам свой вердикт Насколько же целесообразно удалять у рыбы жабры и ее потрошить Стоит ли на это терять время При этом в любом случае рыбу необходимо хорошенько промыть Так, допустим, вот С самого крупного своего подлещика я, пожалуй, попотрошу Жабры также вырываются просто руками Вот, кстати, а у второго потрошенного леща я не буду вырывать жабры Таким образом, я думаю, мои эксперименты будут более чистыми Так, после того, как вся рыбка тщательно промыта Приступаем к ее засолке У меня есть такой вот контейнер замечательный, который я приобрел в прошлом году для маринования шашлыка Он идеально подходит для этих целей Самую дешевую соль купил, крупную За 9 рублей, по-моему, упаковочку Скрываю Сыплю на дно нашей емкости Достаточное количество Так, дальше Начнем с крупника Беру и втираю в него, в том числе, в жабры Берем второго крупного Потрошенного уже Также натираем его солью В том числе и внутри Так, ну и чтобы больше рыбы у нас влезло Мы кладем ее так вот Вольтом Так, ну и сверху мы тоже Присыпаем это Большим количеством соли, как рекомендуют Затем, в моем случае Крышка плотно закрывается И вот этот вот контейнер Я поставлю на двое суток В комнатную температуру То есть здесь, на кухне, на полу Прямо под стол На специально подготовленную Площадку из газеты Так, ну вот Прошло порядка 12 часов Смотрите, сколько сока у нас Выделило рыбам Вот Его необходимо Сливать И оставляем рыбу вялиться дальше Значит, утром на второй день Также Смотрите, сколько сока Ну а далее мы перемещаемся в ванную Кстати, в моем случае прошло не двое суток А двое с половиной Так как вчера Вечером мне Несподручно было заниматься рыбой Мы перекладываем Нашу рыбку В тазик с водой И отмачиваем ее Ну, в течение Часа или даже двух Водичку, кстати, можно будет даже Через время Слить И налить новую Так, ну вот У нас прошло Два с половиной часа Я выкладываю рыбку На подготовленную старую простынь Для того, чтобы Убрать Значит, с нее излишки воды Чтобы не сильно капало Развешивать рыбку мы будем при помощи Таких обычных канцелярских скрепок Таким вот простым движением Выгибаем скрепочку И у нас получается Двойной крючочек И берем вот так вот Просто Подвешиваем за губу И вот так вот Эти красавцы Прекрасно разместились У меня на балконе Вот Таким образом Они здесь будут висеть Не знаю Полагаю Неделю минимум В общем, посмотрим Будем проверять Периодически Итак Прошло Четыре дня Вот такую вот Я ту же самую Простынь приспособил На такую вот Сушилочка Очень для белья Мне удобная Для того, чтобы Уберечь рыбу От возможного попадания Прямых Солнечных лучей Что у нас получилось Вот Получилось у нас то, что В прошествии четырех дней Я вот Вижу, что Самые маленькие рыбки Три-четыре Самых маленьких Можно уже Наверное Снять и положить В холодильник Для того, чтобы Они не пересушились Так Ну, в общем Дегустация продолжалась Несколько дней С участием нескольких человек Я спешу вас заверить Что Полученная рыбка Разительно Отличается От той, что Предлагается На прилавках Наших магазинов Я зачастую Себе беру Вяленого леща Потому, как Он обладает Высоким содержанием белка Там более 40 грамм А это очень много Не в каждой Вяленой рыбе Есть только белка И Мой рецепт Получается Уже второй раз Достаточно Положительно Себя оправдал Единственное Что хочется отметить В следующий раз Я не буду Ни потрошить Рыбу такого размера Ни выдирать Из нее жабры Так как Разницы существенной Никто не заметил Для экономии Времени Так же не стоит Втирать в рыбу Соль Достаточно просто Слоями укладывать Рыбу И просаливать ее Да еще стоит отметить Что Маленькая рыбка Вялилась Четыре дня Самые крупные экземпляры Висели Десять суток Для того Чтобы прийти В нужную консистенцию В общем Данным рецептом Я весьма доволен И всем рекомендую Вялить рыбу Данным способом Всем успехов Всем успехов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok